Третья глава из книги пророка Даниила. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в шестьдесят локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, который Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, который воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатый громко воскликнул, — Объявляются вам, народы, племена и языки! В то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тот час брошен будет в печь, раскаленную огнем. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору, — Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии, и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану, а кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привезти Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им, — С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите? И золотому истукану, который я поставил, не поклоняйтесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей? И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага, и сказали царю Навуходоносору, — Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авдинага, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и в верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авдинага. А эти три мужа, Сидрах, Месаха и Авдинага, упали в раскаленную печь, раскаленную огнем печь связанная. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, — Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, — Истинно так, царь. На это он сказал, — Вот я вижу четырех мужей, несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен сыну Божью. Тогда подошел Навуходоносор кустью печи, раскаленной огнем, и сказал, — Сидрах, Месаха и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месаха и Авдинага вышли из среды огня, и, собравшись сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волоса на голове не опалены, и одежда их не изменилась, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал, — Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь, всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится, знамени и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамени его и как могущественны чудеса его, царство его, царство вечное и владычество его в роды и роды. Субтитры создавал DimaTorzok